О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты и областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Рекордные 47 тонн гуманитарного груза отправили в новые регионы России из Нижегородской области. Лучших добровольцев Нижегородской области наградили памятными знаками общественного признания. С Новым годом поздравили подопечных дома-интерната для престарелых и инвалидов «Зеленый город». Блиндажные окопные печи, тепловизионные прицелы и тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, 3 тонны круп, консервов и других продуктов. Теплые постельные принадлежности для военнослужащих. Это все, что необходимо сейчас нашим парням на передовой. 47 тонн гуманитарного груза отправили в новые регионы России из Нижегородской области по инициативе Союза поисковых отрядов и автономного некоммерческого общества «Духовное наследие» при активной поддержке Дома народного единства. Две фуры загрузили со складов «Бора» и «Кстова». Особенность вот этой отгрузки в том, что мы вот сегодня ставим практически рекорд. Вот до этого наш рекорд отгрузки был 35 тонны. Совместно поставленный рекорд с Дома народного единства, 30 тонн мы отгрузили в сентябре. Сегодня мы отгружаем две еврофуры общим весом 45-47 тонн. Вот. В этом уникальное событие. Первые отправки мы начали осенью того года туда. Начали с детских вещей, воды. Также возим воду, пасту, форму, ботинки, свечи, блиндажные, печи. То, что для вооружения надо. 17 номинаций, 51 награжденные и больше сотни поданных заявок. Вручение памятного знака общественного признания за участие в развитии добровольческого движения «Меняющий мир-2023» прошло ярко. Свои памятные знаки получили наиболее отличившиеся добровольцы. Среди них школьники, студенты, руководители организации, работники госструктур. Например, за волонтерство в экологии, туризме и не только. Организатор событий – волонтерский центр региона. Гран-при получила Ольга Голубева из Витлуги. Она руководит центром дополнительного образования. Эмоции зашкаливают. Очень гордо, очень неожиданно. Если честно, не ожидала такого признания. Но гордо. Сегодня по всех сферах деятельности, буквально, и особенно сегодня актуально, на СВО ездит, делает все возможное для людей, нуждающихся. Иногда рискует собственным здоровьем и жизнью. У нас сейчас волонтеров в разных сферах около 200 тысяч человек. 200 тысяч человек – это огромное. Это армия, которая делает добро. А с учетом того, что работают, ну, работают, неправильно сказать, то, что они действуют во всех сферах – здравоохранение, там, социал, там, СВО, значит, огромный блок в помощи. Ну, это здорово. Новогодние песни, танцы, счастливые глаза и улыбки наполнили актовый зал дома-интерната «Зеленый город». Среди зрителей Нина Степановна. Ей 78 лет. И, несмотря на свой почтенный возраст, не теряет бодрости духа. И, конечно, верит в новогоднее волшебство. Я вообще люблю и попеть, и поплясать. И я довольна. Я люблю эти мероприятия. После яркой концертной программы наступило время новогодних сюрпризов. В течение месяца все желающие приносили подарки в отделении партии «Единая Россия» и штаба общественной поддержки. Теплые пледы, постельное белье, полотенца, тапочки и, конечно, сладкие подарки нашли своих адресатов. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Здоровья, счастья, удачи. Спасибо вам также. Все у вас было хорошо. Все хорошо. К вам хорошо, уютно, тепло. Все замечательно. Очень многие откликнулись. Почти все депутаты городской думы из областного окружного собрания и просто граждане приходили в штаб общественной поддержки и приносили подарки для наших пенсионеров. Этот праздник состоялся благодаря акции «Серебряная елка», которая проходит в рамках проекта «Старшее поколение. Партия. Единая Россия». Эта всероссийская акция в Нижегородской области проходит впервые, а теперь станет доброй традицией. Одно дело уход, который мы ежедневно нашей огромной системой интернатов стараемся обеспечивать. Но мы понимаем, что особенно в преддверии праздников очень важно и внимание. Радость от предновогодних сюрпризов и положительные эмоции – это то, что так необходимо пожилым людям в канун главного зимнего праздника. Служба информации Александра Волочинская, Илья Денисов. Владимир Владимирович, разрешите открыть движение на всех участках автомобильной дороги и продолжить движение колонны автопробега по новой трассе в Казань? Да. С Богом. Разрешаю. Вот так президент России Владимир Путин дал старт полноценному движению по трассе М-12 Москва-Казань. Все участки готовы. Причем строительство завершилось на 7 месяцев раньше срока. Самый большой участок трассы проходит по территории Нижегородской области. О проделанной работе в границах нашего региона президенту доложил губернатор Длеб Никитин. Отрезок М-12, проходящий по территории Нижегородской области, полностью готов. Я хотел отметить, что он самый притяженный вообще в принципе в магистрали М-12. 278 километров. Теперь жители Нижегородской области смогут добраться до Москвы или до Казани в полтора раза быстрее. Участок от Москвы до Арзамас открыли 8 сентября. Тогда в Нижегородской области с визитом был Владимир Путин. И вот спустя 4 месяца финальный аккорд. Спуском новой скоростной магистрали наш регион не только сокращает время в пути до столицы страны и столицы Татарстана. Важны и приходящие инвестиции. После запуска движения по трассе М-12 мы рассчитываем в совокупность ряда эффектов, которые положительно скажутся на развитии Нижегородской области. Это экономические эффекты, связанные с развитием прилегающих территорий. У нас уже запланировано развитие ряда проектов, которые привлекут инвестиции порядка 20 миллиардов рублей. А в протяжении 15 лет мы рассчитываем на инвестиции более 300 миллиардов рублей, причем около 100 из которых останутся в Нижегородской области. Ясность есть и по тарифам. Этот вопрос граждане задавали Владимиру Путину в прямом эфире на итогах года. Если говорить о маршруте от Москвы до города Казань, то на Казань можно будет ехать на нескольких развязках. Самая первая развязка это в направлении Иннополиса. Это для тех, кто двигается в западную часть города. Для них стоимость обойдется 4481 рубль. Это без учета программы лояльности и скидок, которые могут быть при использовании транспондера. Такая скидка может достигать 15%. И тогда для пользователей, следующих по этому маршруту, стоимость обойдется порядка 3800 рублей. Если съезжать на город Казань в районе аэропорта, то стоимость проезда без учета скидки составит 4800 рублей. Трасса М-12 Москва-Казань общей протяженностью 810 километров. Уже в новом году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а через год соединить единые транспортные артерии и еще и Тюмень. Служба информации Сергей Щеплегин. Юрий Шалабаев наградил победителей городских конкурсов «Молодой Нижний», «Молодые патриоты» и «Добро в Нижнем». Это самые активные школьники и студенты, волонтеры, творческие ребята, юные патриоты, экологи, историки. Итогую конференцию «Молодой Нижний» приурочили к окончанию 2023 года, проведенного Нижним Новгородом в статусе молодежной столицы России. Молодые люди, участвовавшие со своими проектами в грантовых конкурсах, принимали в мероприятиях молодежной столицы России самые активные участия. Особенно отличились студенты. Молодежь – это неисчерпаемый источник энергии, вдохновения, новых идей творческих. Поэтому всегда рад встречаться с вами. Вам большое спасибо за вашу деятельность. Я даже работой ее не назову, потому что она не за деньги, а за вашу деятельность, а за ваш вклад в развитие города. Я думаю, что Нижний Новгород провел молодежную столицу. Очень круто. Очень много молодежи, которые я знаю вообще по стране. Я очень много общаюсь с лидерами не только в области, но и масштаб у меня общения по стране. И все ребята, которые знают про Нижний Новгород, молодежную столицу, большинство из них или были уже, и очень рады, и положительно отзывались о нашем городе, или те, кто не были, очень хотят. Но, если честно, сам лично могу сказать, так как я сам родился здесь и вырос всю жизнь в области, то я могу сказать, что хорошо, как сейчас, мы не жили никогда. Если сравнивать с тем, что было там 10 лет назад, 5 лет назад, то сейчас самое лучшее время вообще для жизни, для развития, для развития и для того, чтобы стать тем, кем ты хочешь. Для этого есть все возможности. Мы организовывали Горьковский рубеж для школьников и студентов, для молодежи нашего региона, для того, чтобы они познакомились с такой локацией нашей области, как Горьковский рубеж, который был сделан как вторая линия обороны во время Великой Отечественной войны. Поэтому это было не только историческое, но и современное. То есть были представлены элементы с СВО, познакомились с бойцами, пообщались, провели патриотические мероприятия. Городские власти у нас достаточно активно помогают молодежи во всех проектах.